Приветствуем всех наших зрителей, вы на канале Живые Травы и сегодня у нас на рассмотрении будет весьма интересное лекарственное растение августа – мордовник. И уже по традиции мы коротко пройдемся по общим его характеристикам. Мордовник относится к семейству сложноцветной или астровой. Род включает в себя более 190 видов, где самым известным, помимо мордовника обыкновенного, является мордовник шароголовый, на примере которого мы проиллюстрируем данное растение. Мордовник представляет собой многолетнее травянистое растение, достигающее высоту 80-100 см. Он имеет толстый, маловетвистый стержневой корень и беловойлочный, слегка ветвящийся в верхней части стебель. Листья мордовника очередные, имеют длину до 20 см, темно-зеленые сверху – паутинистые или голые. Снизу продолговатые, переста раздельные, покрытые войлочным опушением. Голубые или синие цветки мордовника трубчатые, достигают длины 2 см. Они объединены в соцветия шары диаметром 3-5 см, более чем по 200 цветков в каждом, располагающиеся на концах отростков. Цветет мордовник в июле-августе. Плоды мордовника представляют собой суженные к низу цилиндрические семянки длиной до 8 мм, имеющие хохолок из щетинок. Созревание плодов приходится на август-сентябрь. Мордовник встречается в степях и лугах, часто можно встретить у водоемов. Широко распространен в Украине, в Малой и Средней Азии, в Китае, Афганистане, Иране, Северной Африке и России. Чаще всего мордовник произрастает на склонах холмов, степи, на пустырях, по берегам рек, лаврага и в гуще кустарников на опушках. Растение засухоустойчивое и нетребовательно к почве. Культивируется повсеместно, как медоносное и декоративное растение. Химический состав растения хорошо изучен. Мордовник содержит в своем составе алкалоиды, включая эхинопсин до 2% и эхинопсеин, 28% жирного масла, флавоноиды, рутин, витамин С, стероиды, кумарины, сапонины, дубильные вещества и тритерпиноиды. До недавних времен плоды мордовника шароголового служили сырьем для получения медицинского препарата эхинопсин. Благодаря высокому содержанию эхинопсина в своем составе мордовник оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие. Он возбуждает центральную нервную систему, тем самым способствуя повышению работоспособности и улучшению общего самочувствия. Кроме того, мордовник обладает противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами, оказывает кардиотоническое действие. Одним из тяжелейших аутоиммунных заболеваний, которые можно лечить мордовником, является рассеянный склероз. Доказано, что больные, принимающие мордовник, реже страдают от тремора. Растения нормализуют мышечный тонус, частично восстанавливают утраченные двигательные функции и улучшают общее самочувствие больных рассеянным склерозом. Причиной тому является воздействие на центральную периферическую нервную систему алкалоида эхинопсина, который усиливает рефлекторную возбудимость ЦНС и тонизирует скелетную мускулатуру даже у людей со стеническими состояниями. Таким образом, мордовник не только тормозит развитие болезни, но и в некоторой степени устраняет ее последствия. Применение в народной медицине также получило широкое применение. Мордовник пользуется огромной популярностью в народной медицине. Водную настойку семян используют для лечения параличей и невритов, а спиртовую при мышечной атрофии и псориазе. Настой из корня мордовника хорошо помогает при гипотонии, а из сухих цветочных головок при воспалениях тройничного нерва. Применять растения можно и при других заболеваниях, в частности при половой слабости, стерии, физическом и умственном истощении, нарушениях в работе центральной нервной системы, атеросклерозе, паротике и суставных болях. Наружное лечение отварами, настоями и настойками из мордовника помогает при гнойных ранах, фрункулах и гзене. При регулярном применении народные средства из мордовника помогают нормализовать артериальное давление, улучшают глубину, продолжительность и качество сна, сонизируют организм и повышают аппетит. При разовом применении мордовника можно справиться с головной болью, с болью в суставах и пониженной работоспособностью. Помимо этого мордовник способствует устранению последствий лучевого поражения. Для этого рекомендуется применять отвары и настой из семян растений. В отдельных случаях они же могут использоваться в качестве патагонного и мочегонного средства при сердечной недостаточности, инфекционном гепатите и гастроэнтерите. Заготовка сырья в целом не вызывает особых трудностей. В качестве лекарственного сырья используются семена корней корневища, а также трава мордовника. Корни растения, очищенные от земли, следует сушить в сушилке при температуре не более 50 градусов или в затененном месте на открытом воздухе. Созревшие семена мордовника необходимо собирать в конце августа-начале сентября. Для этого следует срезать соцветия растения, разложить их в тени в безветренном месте для просушки, после чего перетереть их с целью извлечения очищенных семян. Готовое сырье следует хранить в хорошо проветриваемом месте в бумажных пакетах или тканевых мешочках. Срок годности семян и травы составляет 1 год, корней 2 года. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш обзор мордовника. Заранее благодарим за лайки и комментарии, с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Всем нашим зрителям мы желаем мира и здоровья!